Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. 10 февраля в Китае встречают Новый год, который знаменует собой начало нового лунного года и смену животного покровителя восточной астрологии. Символом 2024-го станет зеленый деревянный дракон – единственный мифический персонаж китайского гороскопа. Самый счастливый цвет 2024 года – изумрудно-зеленый – это оттенок изобилия и богатства. Еще удачу будут приносить предметы и вещи золотисто-желтого и ярко-красного. Год под покровительством дракона будет наполнен самыми фантастическими совпадениями и поворотами судьбы. Это единственный период, когда даже самые нереальные цели могут осуществиться вопреки всем обстоятельствам, а иногда и наоборот – благодаря им. На наступившей неделе луна в Стрельце у овнов вызовет желание громко заявить о себе. Ваша самооценка повысится, и, вероятно, вы захотите поделиться своими знаниями и опытом. Поэтому с удовольствием согласитесь на предложение о выступлении перед публикой или дадите профессиональный мастер-класс. Личная жизнь овнов будет радовать и вдохновлять. Даже если ваше сердце до сих пор свободно, вероятно, что очень скоро ситуация изменится в лучшую сторону, а Стрела Амура обязательно попадет в нужную цель. Начало недели у Тельцов может показаться довольно напряженным и утомительным. Дел будет больше, чем вы ожидали, и придется решать несколько вопросов сразу. Но уже в среду темп замедлится, и все встанет на свои места. Еще первая половина недели – не лучшее время для встреч, переговоров и объяснений. Ваши чувства, мысли и слова собеседникам будет трудно понять. В пятницу избегайте спешки, даже в ситуациях, когда время будет поджимать. Астрологи советуют в этот период – Тельцам не стоит доверять посторонним людям и дальним родственникам. Близнецы обладают острым умом и яркой интуицией, что поможет им справиться с любыми вопросами. Уделите время саморазвитию и изучению новых предметов, идей или навыков. Общение с умными и интересными людьми также принесет много пользы. Раков эта неделя может чем-то приятно удивить. Скорее всего, это будет что-то личное. Впрочем, в деловой сфере тоже все будет неплохо. В ближайшие семь дней можно успеть даже больше, чем вы планировали. Период подходит для крупных покупок, подписания важных документов и выхода на новую работу. Львы на этой неделе должны проявить творческую и экспрессивную сторону. Сосредоточьтесь на своих талантах и страстях. Позвольте интуицию и вдохновению вести вас. Будьте открыты новым идеям и возможностям. Ваше творчество может привлечь внимание других людей и открыть перед вами новые двери. В начале февраля звезды советуют определиться с вопросом о том, где вы будете проводить свой отпуск. Возможно, в этот период вы найдете наиболее подходящий вариант, направленный на восстановление жизненных сил. У ДЕВ неделя, для которой очень подходит слово «равновесие». Всего в меру. Все под контролем, дела идут ровно, все как вы любите. А вечер-пятница, похоже, готовит вам интересную встречу в приятной компании. Блистать на этой вечеринке, скорее всего, будет кто-нибудь из весов. Они в начале февраля особенно артистично, остроумны, красноречивы и обаятельны. В свою очередь, артистичным весам звезды советуют обратить внимание на свои отношения с окружающими людьми. Сейчас ваши главные качества – открытость и коммуникабельность, которые помогут установить важные связи и достичь успеха. Совет от астрологов – возьмите на работе внеплановый отпуск, коллеги вас поймут, вы действительно нуждаетесь в небольшой передышке. Скорпионам стоит сосредоточиться на самопознании и развитии внутреннего мира. Отведите время для медитации и чтения вдохновляющих книг. Это поможет вам лучше понять себя, свои цели и приоритеты. Не бойтесь глубоких эмоциональных переживаний. Они тоже важны для вашего развития. Стрельцам стоит обратить внимание на свои мечты и цели. Подумайте о том, чего вы действительно хотите достичь и составьте план действий. Будьте настойчивы и упорны в своих усилиях. Ваш оптимизм и воодушевление привлекут поддержку окружающих и помогут вам получить желаемый результат. Впереди вас ждет множество приятных сюрпризов, но в пятницу вы сами должны сделать для близкого человека что-то приятное. Отношения с противоположным полом у козерогов будут на первом месте. В этот период из-за улучшения внешности благодаря Венере вы можете почувствовать сильное внимание со стороны окружающих вас людей. С 5 по 11 февраля прекрасное время, чтобы пересмотреть свой гардероб, а новая стрижка сделает вас еще более притягательным. Водолеи захотят изменений. Новолуния 9 февраля в вашем знаке приведет к пониманию того, что вы, как и козероги, захотите изменить свой образ, стиль и, возможно, даже профессию. Представители воздушной стихии ждет ярко интересная неделя, произойдут приятные неожиданные события и совпадения. Многие получат то, к чему давно стремились. В четверг и пятницу вашими надежными союзниками станут настойчивость и изобретательность. Рыбам стоит обратить внимание на свои эмоции и интуицию. Вглядывайтесь в свое сердце и внутренний голос. Следуйте чувствам и не бойтесь проявлять эмоциональность. Ваша способность к сочувствию, заботе поможет установить глубокие и доверительные отношения с окружающими. В профессиональной сфере вы находитесь в одном шаге от повышения. В личной жизни тоже все складывается довольно удачно. Такую неделю нам предсказывают звезды, но помните, успех всегда зависит от вас самих, поэтому действуйте смело, но прислушивайтесь к подсказкам вселенной. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!